Добрый вечер, Сергей Петрович. Сергей Петрович, с 1 июля увеличились тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг, в частности коммунальных услуг. И, как показывает опыт предыдущих лет, такое повышение тарифов неизбежно влечет за собой увеличение количества получателей субсидий на оплату коммунальных услуг. В частности, этот вопрос вчера обсуждался на еженедельном совещании у главы Чувашии и правительства республики. Сколько сейчас на данный момент у нас получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в Чувашии? Первое, что хотелось бы сказать, на сегодня у нас в республике реализуются 72 направления различных мер социальной поддержки, которые реализуются через Минтруда и социальную защиту. На указанные цели из бюджета направляется более 7 миллиардов 160 миллионов рублей. Это практически больше, чем по сравнению с прошлым годом, практически на 300 миллионов рублей. Это огромная сумма. И министерство на сегодняшний день занимается перечислениями этих средств населению. Вообще, различные меры социальной поддержки у нас в республике получают 347 тысяч жителей республики. Это очень огромные цифры. Из них по жилищно-коммунальным услугам получают 313 тысяч человек. То есть практически 90 процентов. И только на эти цели в январе-июне, я имею в виду, на поддержку граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг направлено около 800 миллионов рублей. Из этих 800 миллионов рублей, у нас 138 миллионов рублей, мы направили на поддержку 17 тысяч семьям, у которых доля расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг превышает установленные правительством Российской Федерации нормативы. Это 17 тысяч семей. В этих семьях проживает где-то более 53 тысяч человек. То есть на сегодняшний день вот такие цифры. Да, действительно, с 1 июля повысились тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Некоторые это воспринимают болезненно, некоторые воспринимают как само собой разумеющееся, потому что законодательством это предусмотрено. Здесь необходимо отметить то, что в Чувашской республике повышение одно из самых низких. Если вот то, что буквально вчера обсуждали на планерке, в главой Чувашской республике у нас рост составляет 4,4%. Допустим, в Пензе он составляет 5,9%. В Башкирии 5,8%. В Нижнем Новгороде 5,5%. Давайте тогда по порядку. Кому предоставляются субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг? Кто имеет на них право? Субсидии предоставляются гражданам, если их расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, мы говорим оплату жилого помещения и коммунальных услуг, они рассчитываются в рамках региональных стандартов нормативной площади. Также есть региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг. И вот если эти расходы превышают 22% в совокупном доходе семьи, то разница между 22% и которые выше оплачиваются, она субсидируется из республиканского бюджета. Право на субсидии имеют пользователи жилого помещения как государственно-муниципального жилищного фонда, наниматели также имеют право, которые нанимают по договору найма в частном жилом фонде, члены жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов. Ну и самое большое – это собственники жилого помещения. Субсидии, условия есть, предоставляются только при условии, что у них нет задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги. Сергей Петрович, по итогам первого полугодия, средний размер субсидий, который предоставляется в каком объеме? Средний размер субсидий у нас чуть вырос по сравнению с прошлым годом. Если в прошлом году у нас на одну семью мы предоставляли в среднем где-то 1100 рублей, то на сегодня это порядка 1300 рублей. Это зависит от многих факторов, но на сегодня то, что мы можем констатировать, то есть вот такие цифры мы получаем. Поэтому мы и денежных средств заложили в бюджете чуть больше, чем предусмотрено было в прошлом году. Ну и то, значит, мы думаем, что нужно еще дополнительно выделить на указанные цели дополнительные средства. То есть глава поэтому вчера на пламерке тоже дал поручение совместно с Минфином и Минтруду рассмотреть возможность выделения дополнительных средств, чтобы население, которое имеет право, чувствовало защищенность, чувствовало комфортно, хватит денег, не хватит в бюджете и так далее. Ну такая возможность есть, хватит ли денег в бюджете? Конечно, хватит. На сегодняшний день проблем и опасений, то, что мы не выполним свои обязательства, вообще нет. То есть запланировано больше, по некоторым направлениям даже в разы, вот на 20 процентов. То есть даже с запасом? Да, даже с запасом, да. То есть средства запланированы, и все категории граждан, которые нуждаются в государственной поддержке, они получат из бюджета, причитающие им суммы, субсидии и другие выплаты. Ну вот что для этого необходимо? Куда нужно обратиться за выплатой компенсации и какие документы? Ну здесь, во-первых, у нас есть сайт, работает на портале органов государственной власти. Можно зайти на наш сайт Министерства труда и социальной защиты, и там подробно все это описано. Но, пользуясь возможностью, хотел бы здесь, ну в двух словах сказать, то, что необходимо, первое, обратиться в Центр предоставления мер социальной поддержки. Есть у нас они в каждом муниципальном образовании, в Чебоксарах, в городе, три центра, это в Калининском, Московском, Ленинском районе, для получения субсидии. Ну, это стандартные документы, нужно написать заявление, справка о составе семьи, и документы, подтверждающие отношения лиц, допустим, свидетельства о браке, свидетельства о рождении ребенка, паспорта заявителей, документы, подтверждающие право на жилое помещение, жилую площадь, документы, подтверждающие сведения о лицах, которые совместно зарегистрированы, также важны документы, подтверждающие доходы заявителя, если мы говорим 22% от совокупного дохода всех членов семьи, которые проживают, то есть стандартный пакет документов для того, чтобы наши специалисты могли рассчитать, человек имеет право на получение субсидий или у него достаточно своих доходов, чтобы покрывать расходы на жилое помещение и расходы на коммунальные услуги. — Мы с вами все время говорим о семье, как о получателе субсидий. А если человек один живет, у него нет никаких родственников, он не состоит в браке, и его доход не позволяет ему выкраивать эти 22 с лишним процента на оплату жилищно-коммунальных услуг. Как в таком случае обстоят дела? — Здесь, я уже вначале говорил, есть республиканские стандарты. Один человек, у него площадь рассчитывается из расчета 33 квадратных метра. Есть республиканские стандарты по предельным размерам расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. То есть по городу Чебоксару он составляет где-то около 2100 рублей на одного человека. То есть если у человека, значит, получают доходы, допустим, в пределах 14-15 тысяч, то мы рассчитываем 22 процента, сравниваем их с предельной максимальной стоимостью коммунальных услуг, как я уже сказал, 2100, и исходя из этого делается расчет. Ну, здесь в студии, конечно, это сложно объяснить. Просто просьба к жителям республики, если вы считаете, что вам полагается субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, можно подойти в Центр мер предоставления социальной поддержки, где конкретно четко, ясно рассчитают. — Для жителей Чебоксар адрес? — Адрес — это администрации Калининского района, администрации Московского района и администрации Ленинского района. В этих администрациях расположены наши Центры предоставления мер социальной поддержки. Мы всегда готовы принять, работаем в обычные дни, готовы даже в нерабочее время принять, но для того, чтобы принять нерабочее время, нужно позвонить и попросить нас, что мы подойдем чуть позже, посмотрите, примите нас, пожалуйста, в нерабочее время. — Сергей Петрович, вот такой еще вопрос. Допустим, получатели каких-либо иных льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг могут ли претендовать в том числе и на субсидию? — Допустим, если берем ветеранов труда, значит, у них уже в выплатах это 1 082, где-то в пределах 500 рублей, это когда была монетизация льгот, эти субсидии уже предусмотрены. Поэтому мы сейчас говорим о тех семьях, которые, значит, доходы не покрывают расходов на жилищно-коммунальные услуги и не получают другие формы субсидий. Мы выплачиваем субсидии по жилищно-коммунальным услугам и сельским специалистам в размере 1055 рублей. Как я уже сказал, выплачиваем ветеранам. Также другие категории граждан тоже получают соответствующие субсидии. — Сергей Петрович, спасибо вам большое за такие подробные ответы. А я напомню, что сегодня у нас в студии был министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Сергей Дмитриев. Спасибо за внимание, всего доброго. — Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»!